Час, около часа ждали мы второй полуфинал, это инфи, единственный китайец из топ-4 оставшийся. Удивительно, ну он представитель тоже Альянса, которых сейчас очень-очень мало после патча. И, конечно же, замечательный украинский игрок Фогич. За него болеет, улыбается, сейчас он готов. Боксинг-чемпион. Красиво. Ну что ж, друзья, второй полуфинал сингл-эллиминейшн. Человек, который одержит победу, внимание, спойлер, сейчас будет, если вы не смотрели первый полуфинал Лин против Муна, лучше... Ну, короче, я предупреждал. Встретится с Муном, который одержал победу над Лином в странной серии, в очень странной серии. Проигравший будет также завтра играть в матче за третье место с Лином. Господи, сейчас. Тяжело, тяжело, тяжело. У меня уже появляется волнение за Фогича. То есть обычно такое бывает, конечно, когда играют наши, есть сопереживания. Тут, конечно, его будет очень много. Как мы смотрели с вами матч Лина с Муном, да? Ну, то есть, окей, интересно, местами там странно, красиво, но... Но мандража вообще никакого не было. Сейчас я вообще переживаю за него. Соперник у него очень серьезный. Несмотря на то, что эльфы после патча могут творить разную всякую дичь, он умудряется этих же самых эльфов убивать по-разному. Главным образом, это старые добрые рифлокастеры с хорошим контролем, с алхимиком вторым и с выходом в Т3. При этом, при всем, может поставить экспо, если карта благоволит, может... Ой, что там, что-то, что-то я хотел сказать. А, может, в принципе, агрессивно сыграть с одной базы. То есть такой универсальный товарищ, очень опасный, очень опасный. Он Colorful 3-0, забрел эльфа в четвертьфинале. Фух! Ну, Фогич готовился с Хавком к инфе. Модная прическа. Хохол у него такой. А, хохол. Ммм, игрослов. Пальто, потому что там прохладненько, он уже второй матч проводит в пальто. Кто-кто? Эльф в пальто. Странный взгляд. Нервничает видным. Да, Фогич это единственный не азиат. То есть, как бы, два корееца, китаец и он. А что с танками, спрашиваю? Танки уже не очень. Танки, во-первых, больше лимиты едят. МГ проще строить фортификейт у альянса по... И до этого, в принципе, ровненько игра шла, если ты против танкиста играешь. Ну, против стандартного танкиста. Инфи, конечно, выдающийся танкстроитель. А сейчас стало значительно сложнее играть через танки, и никто на этом турнире не играл через танки. Ну, и, кстати, сложнее стало ставить экспант. Опять же, менты на 5 секунд медленнее. Архмага немножко подрезали. Там по совокупности факторов. Плюс сильный Т1 у эльфов. Инджо, я не планирую возвращаться к еженедельным мутациям Старкрафт 2. Погнали, друзья. Погнали. Болеем. Я надеюсь, большинство из вас болеет за Фогича. Давайте по традиции. Take my energy. У нас есть смайли, который типа передает энергию нашу Фогичу. Показывает, что мы болеем, мы переживаем за него. Ему будет очень непросто, друзья. Очень непросто. Сильнейший игрок за Альянс в мире по результатам этого турнира. Да и, в принципе, сложно сказать, кто... Тиашинфи, наверное. Вот, собственно, да. Это топ. Топ мира. Да, патч немножко за нас. Чуть-чуть. Самую малость. Но Colorful 3.0. Как бы тяжеловато. Все, собрались. Блин, я заранее извиняюсь за возможные там какие-то косяки в комментировании, что очень эмоционально буду подходить. Уже эмоционально подхожу к этому, ко всему. Запасайтесь валидолом. Там не знаю, как вы можете гасить нервы ваши тоже. Кота возьмите на руки. Не знаю. Хотя ваше волнение, скорее всего, коту передастся. И он просто не выдержит этой напруги. А первый козел. А Sky все, Sky давно все. Наконец-то. Наконец-то. Карлов тоже проявился. Там, кажется, баг у Фогича, к сожалению. Возможно, могут переиграть. Такое бывало на турнире. Не знаю, в чем там конкретно заключается баг, но периодически он появляется и приходится... А нет, смотрите-ка, нормально все. Может быть, что-то с мышкой, может, что-то с настройками. Не знаю. Как или иначе, игра продолжается. Фогич берется сразу крепить довольно серьезную точку. Довольно рискованно это. А инфи выходит на эксп. Там же рядышком висп. Очень опасный криппинг. Выводит сейчас нейтралов. Ой, собирается нычку ставить здесь сразу инфи сходу. Нужно виспом очень хорошо здесь отдиспелить. Нужно козлом, наверное, бежать. Пытаться как-то мешать. Да, козел уже побежал, не дожидаясь криппинга. Выбил артефакт. Это Scroll of the Beast. Ой, добил бараком. Фогич может барак потерять. Потерял барак. Ёпперес, это начало аховое. Не доконтраливает Фогич. Добивает бараком. Барак не спасает. Приходит крипп на эксп. Блин. Добей, 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 добей. Ааа, добил, добил, добил. Офигеть, убивает рабочего. Властхит за нами. Архмаг все еще первого уровня. Правда добивает одного энта. Мы сейчас можем убить еще второго рабочего. Прикопка на дальнего. Этого добили. Козла не отдай, козла не отдай. Еще одного провожает. Энд бьет того, кто... О, боже ты мой. Давай, прикопай, прикопай последнего. Не-не-не-не, чуть-чуть оторвись, а потом прикопай. Давай-давай, прикопай. Не жалей, не жалей. Не добьешь же. Ну, не добьешь же. Ну, не добьешь. Ну... Ну, второй лайвел получает Архмаг. Кипер почти третий. Здесь мы устанавливаем барак. Делаем грейт на Т2. Господи, вот ты бы барак не терял бы. Ё-моё, как бы все было бы хорошо, если бы ты этот барак по-нубски не слил на прокачке. Ёшки-матрешки. Возвращается к риппингу инфи. У него пять футменов. Нычка не строится пока, что шестой футмен подходит. У Гогича 22 лимита. Господи, барака нет. Делается грейт на Т2. На мурлоках довольно быстро. Мак... Ой, ему выпадает сентривард. Кипер берет персоналку. У него нет... А где у него арча вообще? У него же еще арча одна была. Бедолажная вот эта вот, которая рядом с бараком отдавалась. Так. Побежали менты. На экспанд, на экспанде... Уже, я вижу, висит вис. А, нет, они бегут, просто крепятся. Нужен третий левел. Кипер выбивается вместе с арчой. Вот этих вот мурлоков выбивает. Пытается уйти. Третий левел нужен киперу. Добивает архмаг красиво с когтями. Ё-моё. Еще одна арча. Блин, нужен третий. И архмагу нужен третий, и козлу нужен третий. Пытался... Да, добил. Молодец. Молодец, молодец. Третий уровень футмена. Футмена нужно добить, чтобы был. Но его добьет, скорее всего, инфи. Да-да-да, он всегда это делает. Псих. Фух. Барак отдали так. Я не могу, бань, поверить, что настолько дешево мы стартанули, а. Да, добивает. Получает третий. Мы тоже получаем третий на зеленой точке. Вард стоит прямо на выходе с базы у Гогича. Он с Хантерс Холл очень поздно строит. Это минус Хантерс Холл, между прочим. Да, второй... Ё-моё. Сентриана на базе. Кипера тоже с Вард есть. Да не, нужна вторая прикопка, видимо, и мочить футменов как-то. Добил, хорошо. Футменов. Ну, нужно строить Хантерс Холл где-то в скрытом месте, где-нибудь внизу. Горички не делаются у врага. Тут неплохо бьют Архмага. Кстати, можно заблочить Архмага. Почему бы и нет? Арчи бегут, еще прикапывает АЭМа. Есть бутылек у козла. Он не хочет. Блин, вот опять сейчас Хантерс Холл отменят из-за того, что где-то Арчи шлялись. Хантерс Холл отмени! Отмени! Вроде отменил. Диспель. Ой, виспок в футболе от... Добивает элементаля, теряет еще одного виспа. Еще одного виспа теряет. Капец. Еще виспа недоконтроливает. Как так-то? Пытается отковыряться. Кипер пытается там кого-то убить. Футмен на последних хитах убегает. Надо хотя бы ТП убрать у Архмага. Он офигел. Минус... Да, но Архмаг тут прячется. Вард есть, вард есть, вард. И минус ТП. Окей. Какой... 22 лимита. Тайминг сдвинут по лорницам чудовищным образом. У меня на руках миллион ресурсов. 600-600. Нужно брать второго героя. Там уже первые рефлы идут. Скоро пойдут первые кастеры. Алхимик. Опять же, палец, выход с базы. Берет... Берет алхимика. Сейчас планирует крепить троллей. Хороший агрессивный криппинг. В отличие от... От инфим. Экспанд контролится. Нормально. Архмага лечит. Алхимик. Еще одно лечение на Футмэн и ФИ Архмага. Т2, присты. Диспл в процессе уже. Выманивает с магаза. Выбил что? Что выбил? Что выбил? У алхимика есть артефакт. Мы не знаем, какой. Убежал. Сейчас на магазине они могут встретиться. К магазину приходит инфи. Видит, что здесь никого нет. Но хорошо. Прикапывает большого гнолика. Берет из него артефакт. Пайпа. Неплохо. Циклон есть. Тоже неплохо. Неплохо. Так, Архмаг у нас без ТП. Это надо помнить. Это надо помнить. Инвул берет. Да, это правильно делает. Потому что Архмаг без бутылок вообще был. Сапоги может выбил. Да, похоже, что выбил сапоги. Хотя там, кажется, зарядный выпадает. А сапоги скорее на магазине. Пытается подрезать. Но это очень странный момент. Лечение, присты. И тут никаким макаром не взять. Там лимит уже 50. У нас 30. Господи, как вообще тут можно сражаться? Пытается все-таки рифла подрезать. Ох, диспл отличный на рифла. Спасает прекрасным образом. Да, тут Т3, извините, две лорницы. Мунвейла делаются. Инфи наглым образом крепится прямо под носом. Пытается добить, не получается. Алхимик получает второй уровень. У него кольцо. Еще пару троллей забирает. Инфи 50 лимитов. Вот придет с пушем. Я не знаю, как его отбивать, этот пуш. У него не дрят, ни хрена нет. Битые арчи, битые герои. 3, 3-1 на 3-2. А инфи прям грамотно идет шаг за шагом, вычищает точки. Может вархмага влететь. Пытается сзади ушатать рифла. Его диспейлят. Жуть. По мелочи, по мелочи. Еще одного футмена пытаются убить. Молотун джайанты, первые пошли. 36 лимита. 36. Там уже почти 4, 2,5. У нас 3-1. Ну почти 2. Как нам от этого отбиваться? Как нам от этого отбиваться? Кто знает. Прикапывает, пытается дожить. Пытается время выиграть просто Фогич, потому что у него пока не появятся ключевые грейды Молдун джайантов на физрес, на магрес. Он пытается как-то отвлечь врага от криппинга. Пытается перехватить. Сейчас может получиться рифла. Давай, рифла, 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 рифленого. Прикопал, хорошо. И в это время на базе у него уже начинается какой-то экшен. Ой, не делал... Очень поздно лорница. Из-за этого грейды не успевает делать. Мунвелл уже под ударом. Вынужден делать телепорт. Надо покупать арбу. Надо пытаться козлом отковыриваться. Нельзя сражаться, пока нету Молдун джайантов. Апгрейд. Осидка влетает в козла. Сейчас будет у нас минус Мунвелла сапплай блок. Опасно. И Молдун джайанты пробиваются. Нет физрезиста. Не сражайся, если есть возможность. Пусть барак там падает лучше. Рифлы подходят. У нас на базе начинает уже мурыжить. Да, плохо, плохо. Алхимик у нас получает также второй уровень. Лечение идет. Фогич как-то держится. 48 на 46. Алхимика врачского прикопали. До сих пор нет. До сих пор, блин, нет апгрейда на Маунтан джайантов. Из-за позднего отмененного Хантерс Холла. Из-за поздних лорниц. Вынужден телепортировать. Вот, смотрите. Диспл только сейчас доделается. А там дриады под ударом. Доделался диспл. Четвертый уровень у Архмага. Там почти третий алхимик. Нет, нет, нет. Тут слишком много урона он получил на Маунтан джайантах. И продолжает получать до того, как апгрейд ключевой сделался. Да. Там отменит спокойно абсолютно Мунуэлл. Этот строящийся фогич диспл. Там еще свиток в запасе есть. Пытается выхилиться. Фогич купил Арбун. Ну, хотя бы кипером там с руки подстреляй. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Раз, два. Мортирка идет сюда. 42 лимит на 50. Минус Мунуэлл. Уже 42 на 30. Все очень плохо. При стыде диспл. Дисплит прикопку. Лечит. Доделался, да. Доделался уже апгрейд на физрез на Маунтан джайантов. Но, к сожалению, тут не только в них. Дело еще. 42. 42. Может, не выпустить реально. Может, пока Т3 нет, попробовать посражаться, не выпускать, поподрезать. Нет, там слишком тяжело. Мортирка подошла уже первая. Уже с шардами. То есть, уже сплэш идет очень хороший. Вылечить настолько битых Маунтан джайантов крайне сложно. Алхимиком. 42 лимита на 50. Да. Так, ну, левел А получает козел. Может, развести все-таки героя на ТП. Смотрите, мортиры отстреливают дриаду. Очень хорошо. Пытается вылечиться. Прикапывает алхимика. Дриада разрывается на части от выстрела очередного алхимика. Козел крайне битый. Битые Маунтан джайанты. Там все рифлы здоровые. Герои вроде пока тоже живут. Да, пытаются что-то сделать. МГ первый. Еле-еле выживает. Козла... Да, Архмага пытается сделать... Убить, но у него свиток есть. И хила, и телепорта. Попытка убить Архмага — это самый отчаянный поступок в конце уже этой партии. Потому что... Ну а как? 35 лимитов. Что вы хотите? Битый МГ. Некуда лечиться. ГГ. Кул. 1-0. В пользу инфи. Ну какого хрена терять барак на старте на крипах? Ну вот как? Зачем? Почему? Зачем добивать? Что ж ты недоконтраливаешь? Ты отправил козла? Все. Тебе нужно просто загиспелить весь пабь, сделать ретаргет на бараке. Пофиг, что они там несколько ударов по Арче нанесут. Пофиг даже на этих крипов. Отступи просто. Просто отступи. Экспанда там нет. Криппинга там нормального нет. В том моменте от контроля на экспанде превосходно. Ластхит на Голема. Минус 3 или 4 Раба сделал. Ну великолепно же. Но зачем барак отдавать на нейтралах? Ну что это за... И он после этого ловит контратаку, естественно. Потому что ему нужно тратить ресурсы на новый барак. Ему нужно отстраивать Арче. Они позже появляются. Из-за этого у него позже Хантерс Холл. Вообще не по таймингу к нему приходит. Хантерс Холл на 20%. От меня не хочу. Позже Хантерс Холл, позже Лорница. Позже Дриады, позже Диспл, позже Маунтан Джайанты. Позже... Весь тайминг сдвигается после этого. Из-за вот этой вот ошибки, что барак ты отдаешь на крипах, ты теряешь вот эти вот, не знаю, 15-20 секунд на все. Как он развлекал еще полуигры просто. Вообще ничем. Двумя героями, четырьмя арчами, весь лимитом пытался как-то остановить, чтобы к нему раньше времени не пришли. И все равно пришли раньше времени. И все равно пришли. Весь тайминг. Весь тайминг. Хм, интересная статистика по лично встречам у Инфи с Фогичу 8-1. Консилд Хил выбирает Фоги, поехали. Консилд Хил выбирает Фогичу 8-1. Собрались. Собрались. Как он харасил на старте прекрасно. Вот все делал хорошо, только вот барак отдал, а? Ну тот прям молодец. Как же обидно-то, а? Там реально одно за другое цепляется все. Нельзя барак в новой ситуации отдавать. Там сколько барак? 160 на 60 стоит, плюс висп еще за 120. Сумасшедший. Как нынчику фактически отдал. А нынчику тоже виспа, даже больше. У них лучшие мэчапы против расы. Да, его отлично. Это один из зрителей в групповой стадии еще такой довольный. Да, висп за 120. Это же висп Фогича. Естественно, он дороже в два раза. В Испырии и в В-League, где он был способен победить инфи, я бы сказал, о, мой бог. Это реально может быть такой менталный блок, он всегда будет отнимен от инфи. Но он показал, что он может победить. Да, это только онлайн. Это немного другой живот. Но все равно. Это был стандартный игрок. Это было против его человечества. И это еще инфи. Так что я думал, что он будет, вы знаете, разрушить нот. Давайте посмотрим, что он может сделать. Если он потеряет сейчас, Козлика ждем первым. Консерв дата права. Выходит, кипер вызывает эндов. Начинается беспорядочный криппинг. Там Архмак, мы видим, крипит аналогичную точку с ментами. Сетка на элементале, это хорошо для нас. Это ошибка. Смотрите, рабочий какой. Ретаргет сделал правильно рабочим. Спас его. Диспл не будем делать. Видимо, нет. Козел побежал. Побежал в сторону экспанда. Нет. Увидел вражеского Архмага и решил покрепиться на крабиках и мурлоках. А инфи идет на аналогичную зеленую точку сейчас, как мы видим. Маршруты пока действительно у них одинаковые. Инта плюс 2, хорошо. 30 маны не лишний. Ну и 2 урона, конечно же. А тебе ловкость, будешь на коне скакать. Так, убегает Фуд, который пытался Харасин Тамарча. Грамотная, которая отбивается от Харасина. Т2 мы видели. У Гогича здесь тоже в Т2. Пытается Фогич помешать криппингу на магазине. Ну, явно сюда нацелился АМ, хотя, может быть, и передумает, учитывая то, что здесь вся армия эльфа. Там такой элементаль сладенький на один выстрел. Байтит. Красиво отконтроливает тот инфи, он зонит очень грамотно. Так, магазин делается чуть пораньше, хорошо. Надо добивать своего энта. Не стал. Не знаю, стоит ли ей прикопку сейчас тратить. У него просто где-то 150... А, да, 160 маны у козла. И... Не-не-не-не-нет. О, хорошо. Притирается пока что. Довольно большое количество футманов полдюжины. Грамотно. Грамотно. Зонит. Впереди просто архмаг, которого как бы пока не хочется прикапывать. Сзади футы, ну, типа, некого выцепить, чтобы... Да. Красиво. Красиво. Элементалия хотелось бы тоже забрать. Не забывает, мы от первого лица смотрим по инфи. Он очень четко, конечно, отконтроливает. Просто великолепно отконтроливает. Все успевает. И архмага успевает, и... И футов. Оп. Не, не успел. Добить хорошо. Инфи классует не быстрее хавка. Причем, как ты по этому-то определишь? Главное, что ему на все сейчас хватает. Быстрее, не быстрее. Сейчас проблема есть у инфи. Он ловит оситку первую. Сейчас можно уже подрезать, на самом деле, футмена. Здесь, правда, берется алхимик. Также. И... Могут быть проблемы. Посмотрим. Там арча однобитая. Козел бежит, регенерирует ману. Кажись. Рабочего здесь на ферму хорошо нашел место. Да, фута подрезают. Так, пока ровненько. Пока бараки не теряли, нормально все. Арчу потеряли. А, нет, это труп футмена. Мне казалось, было пять арчей, а не четыре. Надо посмотреть, количество экспы у алхимика, потому что если арча умирала, то умирала она уже после второго героя. А, есть экспа у алхимика, да. А, нет, у инфи пусто, у инфи пусто. Хорошо. У нас пока никаких жертв не было среди мирного населения. Пока ровно играем. Хантерс Холл не отменяли, бараки не теряли. Вот они две спасшиеся арчи. Не хочет давать крепиться. Не хочет, не хочет. И правильно делает Фогич. Потому что он в Т3 как бы идет, ему нужно... О, хороший момент! Можно архмага поймать, потому что он вырвался вперед. Очень битый АМ, очень битый. Еще одна такая ошибка будет минус телепорт. Мега напряженный сейчас противостояние идет. Мега. Так, архмаг рискует, по-прежнему рискует. Козел бежит вперед, у него есть возможность... А, архмага очень хорошо отвели назад. Прям прекрасно отвели назад. Тут лечится, тут две лорницы все еще в процессе. Крепится крайне сложно, ждем приста. Нужно до появления приста попробовать рашануть АМ все-таки. То есть одна прикопка, одна оситка, все, он ушел. Но вот с первым пристом у него уже все значительно лучше по здоровью. Смотрите, его прям поднимают из мертвых. Ах, оситка неплохо влетает в четырех юнитов. Но прист уже начинает работать. Опять архмага можно? Нет. Как же он грамотно... Тут же просто, тут же назад. Уже первые два рифла, два приста. Решается инфи на криппинг, ловят в сетку элементали. Еще одна оситочка туда. Просто выводит, выводит. Опасный момент. Нас меньше просто. У нас пока дряды не появились, делать нечего. Т3... Блин, ну покажите там огра голуб... Жестко. Да, забирает, к сожалению, инфи эту точку. Мы ничего с этим сделать не можем. Первые два МГ в процессе. Т3. Ну, он не делает дряд, скорее всего, для того, чтобы... Ну, потому что там все равно архмага третьего пока нет. И думает, что лучше на контакте тут поиграть. Хотя дряды в любом случае нужны. Опять сейчас зеленую точку забирает враг. И может третий уровень здесь получить. Опасный момент. Опасный момент. Фогич пассивничает. Отдает эту точку. Мы теряем по экспе, друзья. Мы проигрываем уже по уровню героев. К сожалению, тут... О, арба появилась. Вот, уже хорошо. Главное, сейчас Малтун Джайантов хп не посливать. И уже можно двигаться более агрессивно. С двумя МГ, с грейдом. Не отпускай его, не отпускай. Прикапывает фута. Хорошо. Нормально. Еще один футмен подрезан. Дальше, дальше, дальше. Рифла, преста, кого угодно. Кого угодно. Цеплять. Не давать. Арба есть. Где МГ вообще? Они там застряли за арчами. Ну... Блин, нельзя отпускать его. Да, там диспл, правда, есть. Ну, у одного преста нет маны. Второй играет на атаку уже. Где? Малтун Джайнты плетутся в конце. Они должны идти впереди. Впереди. 50 лимита на 50. Т3. 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 МГ. Ох, как же я переживаю-то. Нинфи играет очень четко. На вардах сейчас увидел инфи, что Фогич идет крипит экспант. Сам абсолютно спокойно забирает красную точку центральную на этой карте. Энте приходит, но уже слишком поздно. Как бы... Выпадает... Так себе артефакт Клока Флеймс. Десять? Как десять? Его фиксанули тоже? 15 же всю жизнь прибавлял. Как одна из первых эмаляций. Написано десять. Ну, на китайском, но цифры-то на китайском они... Десять всегда был? Нет. Пятнадцать было. Не может быть всегда десять. Ты что, с ума сошли, что ли? Всегда десять? Десять всегда? Слушайте, придется поднять патчноуты. Я не верю вам. Грейт один на защиту, Грейт один на атаку. Крепится сейчас Гогич, он пытается хотя бы кого-то здесь забрать. У-у-у, он потеряет здесь Мунвелл, а то и второй. Иннерфайр в процессе, мортиры делаются. Идет, не берет эту. 66 на 50. Отличный лимит, блин. Я не знаю, я тут просто... просто переживаю. Как, как, как? Офак! Ну, это наглость, но она может зайти, конечно. Инфи очень быстро ушатывает дракона. Тот успевает улететь на последних хитах, это дает небольшую возможность... Там интерфайр уже, ё-моё. Неплохой, типа, Крипджек, потому что помогают и нейтралы, но... Там народу! Море! Выбивает артефакт, забирает сразу же, перегруппировывается, еще добивает. Пытается прикопать мортирку, мортирку тут же диспелят. Красиво! Осидочка хорошая, все очень желтое у... Интересно, там есть вообще... Где таунты? Таунты где? Блин, он не... Он на один таун только сделал. Пошел. Второй. Ну, наконец-то. Виспы. Вовремя. Хорошо. И по героям, и по интерфайру. Как он дерется? 50 лимита против 70. Еще минус прист. Держись, держись, держись. Диспел великолепный. И нычка достроилась. Как вообще? Как? Как ты дерешься? Как? Как ты дерешься с 50 лимита? Тут фонтаны, конечно, можно халяву подлечиться. Не знаю, насколько... Надо только перегруппироваться. Еще один висп. Но это все разовые такие штуки. Да, реген идет хорошим, 2-5 секунды. И что? Да, конечно, он перехиливает. Я боюсь, 71 на 52. Это что за лимит у нас, извините? Там все выхиливается. Иннерфайр, почти третий алхимик. У нас, кстати, тоже не так далеко от третьего. Виспы, а только один диспелец нормально. Одного футмена подрезают. Там арчи отвлекаются на тролле очень плохо. Арчи, в принципе, сейчас плохо работает. Сейчас одна умрет на криппинге. Еще один висп. Ох ты... Еще мортирку! Мортирку хорошо! Вот это очень хорошо. Но очень мешают сейчас нам нейтралы. Очень мешают нейтралы. Придется отступить. Выходит из лимита сейчас Гогич. Инфи добьет этих троллей. Получит третий уровень. Да, вот экспант это прям... прям абсолютно неадекватное решение со стороны Фоги. Учитывая то, что тебя пришли, убили Мунвейл. У тебя сэпплай-блок у противника, явно, лимит 60 плюс. Ты делаешь эксп! Эксп! Такой наглости мало кто ожидает. Флеер... Флеер, да, отлично. И сейчас... надо третий уровень получить здесь. Ой... Больно-больно! Артефакт! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Став есть? Есть став? Став есть? Став есть? Фух. Ой, господи ты, боже мой, за что? За что мне это? 62 на 69, лимиты более-менее сравниваются. Экспанд может стоить инфи игры. Может стоить инфи игры. Если он проявит беспечность, если он будет медленно давить, если он будет отступать, если как-то время мы сможем выиграть, то Экспанд может дать возможность такую. Там мортиру лупят, конечно, по Хантерс Холлу. Жжут. Апгрейдов нет. Хантерс Холл минус. Арчи пытаются отследить приста. Третий уровень у Алхимика кидает вторую оситку в самую кучу. В Архмага, в мортир, в пристов. Они офигеют все это вылечивать. Маутен Джайанты идут вперед. Есть, кстати, этот фонтан. Ой, приста, приста, приста прицепил. Инфинизис Пеллет, хорошо. Лечение второе здесь, но Маутен Джайанты прямо уже в мортирах. Там лупят с руки, вы посмотрите. Еще минус мортирку, давай, делай. Делай мортирку, делай. Мортирка минус, еще одна, он давит его. 80 лимита уже у Фоги против 65. И нычка работает. Каким макаром мы тут выжли. Маутен Джайанты танкует. На фонтаны, на фонтаны, отправляю. Пусть три генятся, хорошо. Арчурок под контролем, что мы эти... Ой, Алхимик, Алхимик очень битый. Телепортируется, инфи. Мы вы... Рифла можно убить. Может, убьет? Смотрим на... Да, умерли, умерли, рифлы. Ау, да ежешь. Два трупа, два трупа после телепорта. 52 лимита на 80. Фоги. Как? 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 Ну, МГ, извините. Маутен Джайанты. На фонтане сейчас на халявку. Прочинится, пролечится. Архмак без ТП, без бутылок. Четвертый левел только-только сейчас получает. Там кипер уже 4 с четвертью. По Экспе мы уже даже чуть-чуть перегнали врага. Ох. Так, хорошо. Маутен Джайанты на такую халяву лечатся. Просто. Ой. Так. Рифлы тут сражаются с троллями на... А, сейчас, кстати, может быть Крипджек. Ну, то есть не Крипджек, а скорее просто... Просто еще одно сражение. 80 на 60. Да, инфи до сих пор не знает про нычку. Ну, нет оснований. Не было оснований Фогичу делать эту нычку. Ну, не было. Там плюс 16 лимита было. Суплай блок. Какая нычка? Кто из нормальных игроков будет в такой ситуации делать нычку? Залетает Фогич, кидает вторую оситку. Три виспа. Отлично, уже есть здесь. Диспейлят огромное количество элементарий. Получает много-много эксперт. Чи ели живые. Там вообще все красные. Но Маутен Джайанты давят. Очень битые рифлы. Минус один райфл. Не хочет сюда лезть. И правильно, потому что там жесткий сплэш идет. Туда не прорваться. Нужно сейчас перегруппироваться. И обратно, обратно в атаку. Нет? Да, обратно в атаку. Менты падают. Это все экспа. Ой, хорошо. 77 на 60, правда, уже. Но ничего страшного. Прикапывает еще одного рифла. Диспл на рифла, но, кажется, мимо диспл. Да, рифла убивают. Все-таки лезет, лезет вперед. Чувствуют силу. Убивают всех ополченцев, которые были. Или еще пригвоздил. Малутон чает. ГГ. 1-1. Да, да. Хорошо. Хорошо. Есть шансы. Да, Хандер, смотрите, как радуется. Бородатый, огромный мужик. Так. Молодец. 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 Косунаги, нет, просто Инфи не делал коней. Он не пытался почему-то законтрить Малутон джиантов. То есть Хавк в этой ситуации делает коней. Милли урон хороший, который МГ пробивает. А у него просто в армии не было никого, ну, кроме типа мортир, который там наносит хороший урон по среднему армору, типа, после картечи, после грейда. Возможно, Инфи даже и не узнал про нычку. Он делал флэйр, причем делал его на свой экспант. Мне кажется, что он должен был все-таки просветить базу. Я пропустил этот момент по миникарте. Надо было внимательно смотреть. Играют они до трех побед. Счет 1-1. Напряжение безумное просто. Просто безумное. У Фогича есть возможность одолеть последнего китайского игрока, выйти в финал и сражаться с, внимание, спойлеры, если вы не смотрели первый полуфинал, который на тупо уже должен появиться с Муном. Собрались. Амазония. Следующая карта. Блин, может же побеждать? Может. Причем вот так вот. Может. Собрались. Уже 1-1. Уже хорошо. Рассказывают про стартовую прокачку. Тут главное, чтобы не нашкодили с щитом, не нашкодил барак. Герои не поменяются. Стратегия, скорее всего, тоже единственная, что такую карту инфи выбрал... Не знаю, почему. О, Хандер, смотрите. Все такие... О, ха-ха-ха. Стоп. Молодец, молодец. Хандерду отдельное спасибо за дневники, которые он ежедневно вроде как выкладывает. Я читал, правда, только два. Вот. Фотографии тоже с места проведения. За периодические включения прямые... Болеет. Болеет. Может, это было просто Moon из этого мира. Не знаю. Может, это комбинация двух. С богом. Там начинается уже криппинг с Lightning Shield'ом, с Арчой. Грамотный. Все три юнита коцаются синхронненько. Аккуратно доводятся до нужного уровня. По здоровью. Хорошо. Козел выходит только для того, чтобы собрать самый... Что? Пять. Ну, какого хрена-то? Да. Харасит, один футмен. Можно, кстати, его подрезать. Прикопка есть, но не хочет тратить на него время. Фогич бежит сразу, крипится дальше. Бу, я не понимаю, как можно? Одно и то же действие, которое ты отточил. Уже на тысячи раз ты это сделал, этот криппинг, блин. Все равно на турнирной игре на Элайсе добивать юнитов. Ну как? Ну как? Ну как? Ты теряешь барак в первой катке. Ты добиваешь Lightning Shield'ом. Ты добиваешь бараком в первой... Кто добил? Кто добил? Кипер, 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 кипер добил. Подрезает фута. Тот выигрывает немного времени. Инфи идет получать третий уровень на троллях. Ему здесь, кажется, немножко не хватит. Чуть-чуть. Мы Мурлоков зачищаем. Но там менты бегут, и вот это уже будет третий. Не хватит немножко тоже. Добил бы того разбойника, было бы все ок. Здесь два красных нас капли с шесть когили. Третий левел. И... Кипер что там? Кипер персоналку взял? Да, вот не хватает как раз до третьего. Немножко. Дальнего футмена надо подрезать. А его нет. Нет, Хантерс Холл делается на мастерской просто. Минус шоп. Подрезал, смотрите, одного фута. Прикопка все еще первая. Набил. Красиво. Да, Хантерс Холл не в оригинальном месте, но как бы норм. Пытается опять... Ну, элемов можно, конечно, поддиспелить. И добивает снова. Здесь снова добил. Да, но футы, конечно, погибают. Это плюс. Элемов бы еще сейчас, конечно, подрезать. Ну, есть. Наконец-то. Только не прикапывай этого, прошу. Он закончится. Он закончится. Так, 28-27. Лимиты более-менее равные. Арчи мы не теряли, мы просто Мунвелл там послевали. Минус 3 или 4 фута сделали врагу. У него было 5 или 6. Вот я не помню сколько. Он достраивает, правда, новых. Ой, грамотный. Ой, хорошо, сейчас можно подрезать сразу одного фута. Сразу... А, он пытается просто... Осидочка очень хорошо заходит на 3-х юнитов. Он не хочет просто, чтобы к нему на базу пришли. У него там Хантерс Холл достраивается, и лорницы должны делаться. Вот этот Харас совсем не нужен. Прикапывает еще одного фута. Так, забегает инфи. А тут нет лорниц. Опа, ты не сможешь отменить мне лорницы, если я их не буду строить. Вроде правильная тактика. Еще один интангл. Можно прикопать... Да, 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 да. Минус 3 уже футмен. Вот в рамках этой, хотя бы только этой атаки. Правда, Арча умирает. Первая Арча, надо сказать. И еще минус футмен. Кипера лечит. Убивают футмен. Нет, добивает. Он добивает опять. Нужно лорницы делать. Прикапывает АМ, может развести на ТП. Даже нет, слишком много у него еще ХП. Но хотя... Что по мане? Нет маны. Клэрити есть. Может прожать. Можно прожрать. Там надо пробежать мимо элементария. Рифл уже первый. Еще одна осетка влетает. Кипер все-таки назад. Может рифла поджать? Сейчас уйти после осетки. Прожать Клэрити. И подрез... Да, Клэрити прожимает. Можно сейчас вернуться и рифла поджать. Рифла поджать, рифла поджать. Так, Т3, лорница. Хорошо. Ой, какой битый Архмаг. И Кипер бежит. И Алхимик бежит. Можно его поймать. Можно поймать. Видишь, Кипером справа бегает. Нормально, нормально, нормально. Надо ловить. Надо ловить. Надо ловить. Слева, слева, слева. Давай, давай, давай. И он как раз к козлу отступает. Это минус ДП как минимум. Давай, давай. Минус ДП. Вправо, 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 вправо. Есть еще одна приковка. Можно Архмага в принципе убить. Куда он падает? Есть, он здесь, он здесь, он здесь. Он здесь. Алло, прикапывай, прикапывай. Ну, близко же было. Давай, 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 направо, направо, направо. Копает, давай. 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 Ну, ну, чуть-чуть. Да езжешь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, господи, как, 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 как. Ой, я сейчас просто обмазываю скиллом. Не могу поверить. Просто такая... Ах, ммм, красиво, ммм. Красиво, вот это красиво. Так он этого архмага загнал. Просто коня загнал его. Заставил сделать, и там и минус ТП, и минус архмаг. Прям, оооо. Хорошо, 33-39, но разница по лимиту не в нашу пользу. Но это пофиг, у нас инициатива, у него нет архмага, мы делаем Т3, у нас Молтон Джайанты в планах. Сейчас мы берем его харасить. Пытаемся, он идет, как раз крепится, тайминг превосходный для хараса. Только-только алхимик пришел, а тут влетает в базу сразу же. Оп, не надо крепиться, извините, извините. Сейчас еще рабочего одного подрезает. Подрезал, хорошо. Прикапывает еще одного рифла, но не уверен, что хватит нам дэмэджа для того, чтобы его забрать. Да, это больно, конечно, очень больно. Ну, потому что лечение перебивает. Да, там второе. Прикапывает еще разок, а вот этого хватит, скорее всего, это минус райфл, судя по всему. Второе все-таки, второе, вторые корни должны справиться. Тем более, там маны у престоп практически нет. И райфл... 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 Тик! Опа! Извините, скиллуха опять поперла. Так, здесь выманивает кобальдов. Нормально все. Уже лимиты сравниваются, там Т3 доделывается. У нас уже два, три с небольшим, а там три, один, все еще. Пытается алхимик прокрепиться на магазине. У нас Т3, Mountain Giant, и оболишь делается, первые дрядки уже наверняка есть. Выманиваем кобальдов вражеских, выбиваем артефакт, болеем, болеем, это показывает зрительный зал. Подрезаем, подрезаем. Очень битый арчи, но мы почти никого не потеряли за все это время, господи. Да, Архмаг возвращается, но у нас больше лимита, уже больше лимита. При том, что мы играем в Т3, там наверняка еще Касл не заказан. Нужно взять арбу, нужно подлечить арчей. И можно уже идти в агрессию какую-то. Господи. Так, магическая вышка, только-только делается, криппинг идет на магазине, первый грейд на атаку. Т3, как вы видите, у него нет, лечение появилось у алхимика, и арчей он очень хорошо восстановил. Что выпадает? Что выпадает? Ну покажите, ну тыкните, ну. А, это Фогич не берет, мы же по иероглифам. Хорошо, можно восстановить ману. Да, инфи давит, давит. Это абсолютно неадекватное действие. Приходит в атаку, как раз мы возвращаемся, у нас все грейды ключевые. Мы доделывают сам, Антон Джайанта с физрезистом. Короче, барак некоторое время сейчас подержится, но буквально нужно секунд 15 для того, чтобы доделался апгрейд. Возвращается сейчас, кидает оситочку такую профилактическую, пытается отводить от барака, но барак нам особо не нужен. И арбой, козлом, начинает вот с леща давать. Доделывается физрез, физрез доделывается. И можно уже в атаку идти, два Маунт Джайанта, нормально, физрез есть. Три, два, там тоже три, два. Ну, 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 мы будем что-то делать с этим, нет? Т3 пошел врага. Мы будем что-то делать, Фогич, давай, 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 давай. Давай, нормально. Блин, один-один, один-один. И вроде как, не хочу сглазить. Крипджекнуть можно хорошо. Он идет на... А, мы его преследуем просто из ночного видения, мы видели его. Но он выманивает гадов с этого, с лагеря наемников. Фогич решает, что ему лучше третий левел алхимику получить. То есть он разменивается, осознанно разменивается на... Ну, отдает эту точку врагу. Наверное, ему критичнее против лоу хп. Да, получил третий левел. Получил третий левел, получил вторую оситочку. Хорошо. 45 на 47, оситочку, оп, кинул. Хорошо, уже плохо пристам, они вынуждены лечить. Постоянно тратить ману. Так, ну что? Ну что, деньги есть у нас еще, кстати. Оситочка влетает, она достаточно кривая. Оситочка снова сюда. Еще, вот арбой очень важно еще, что он киперам постреливает. Чем чаще по разным юнитам, тем лучше. 80 хитов, можно вытравливать просто полностью врагов. 60 лимита. Хорошо, готов выходить из лимита сейчас уже. Фоги нельзя отпускать врага, нельзя давать ему крепиться. Ставит базу уже! Ничего себе. То есть это в рамках нашего плана. То есть экспант это норм. Отлично. Хорошо, прикапывает алхимика. Странно, что не стал потом атаковать дальше. У него проверил, что делается Т3. Видимо, экспант это ответ на Т3, наверное. Черт его знает. Типа у тебя есть время до появления коней, мортира, там, инерфайр, очень много затрат у врага на всякие клевые технологии. У архмага есть ТП, на всякий случай тыкать в коня сложновато. Так, 50 на 50. Нельзя отставать. Нельзя ни в коем случае давать ему крепиться. А вот инфи понимает, он всеми правдами и неправдами пытается выцепить юнитов. Опять подрезал. Там кипера немного не хватает до 4 уровня. Да, ну, пуп-пуп-пуп-пуп. Ах ты. Да, 4 левел был бы на этом элементаре, если бы он тыкнул. Ошибается немножко сейчас Фоги, к сожалению. Пытается, пытается он лапкой добить, строля, но не получается. Достаточно битый кипер. Ох, он пытается поймать тайминг выхода из лимита. Сейчас надо крипджекать, крипджекать на лагерь наемников. Да, Фогич там рядом держится. Ну что за обзак? Да, 4 левел получил, кого-то подрезали. Нам не показывать, нам показывают какой-то там, блин, мейн. Что за труп? Вот чей-то труп? Футмен, кажется. Ох. Так, став хорошо. Ман уберет для алхимика. Ну что, крипджекать надо, крипджекать. Хорошо. Хорошо. Ой, вообще позиция хреновая у инфи. Очень плохая позиция. Три Монтан Джайанта с таунтом идут вперед. Сразу рифла подрезают. Одного у него очень мало хп. Минус первый рифл. Приходит алхимика, кидает оситку в самую кучу. Разбегается в разные стороны арчидриады козлы, потому что, ну, потому что надо. Крип, нейтралы, правда, к сожалению, уже отошли. Ой, прикапывает сейчас рифла. Козел пришел. Прикопал, ушел. Красиво. Подрезал еще одного рифла. Лимит 50 на 50. У Фоги еще деньги на руках. И нычка достроилась. Ситуация просто шикарная. Вот сейчас можно из лимита бахнуть выйти. Три Монтан Джайанта прекрасно танкуют. Ох, еще минус рифл. Минус 10 лимитов фактически. Козел на лалах просто, на лалах. Отступать, к сожалению, вынужден. Может быть, мы подлечимся вторым. А, бутылек, да. И не отпускать. И сейчас крипджекнуть. Он уже точно на лазер. На лагерь наемников пойдет. Ой, Фоги зря ждет. Зря, зря. Ты же понимаешь, что он идет крипить. Слишком медленно. Слишком медленно. Да, вот это можно было сейчас поймать. 62 лимита у Фогича уже. Экспан сейчас будет рутиться. Все хорошо. Можно... Нужно заказать парочку виспов. Ну, давайте, ребята, давайте. Ну, Фогич мог реально поймать его здесь. Хорошо. Прикапывает рифла. Ну, там уже все закреплено. Там Соби Маск выпала товарищу. Осидка в самую кучу просто влетает. Еще минус один рифлу. Козел снова убегает. Байтит на себя. У него есть бутылек. Прилетает от мортиры справа. Нужно срочно подрезать мортиру. Мортира спалилась. Прикапывается мортира. Козел очень битый. Мортира начинает убивать. Козел проедает бутылек на 500 хп. Полностью восстанавливает здоровье мортира. Минус рифлы терпят. Очень битые дриады. Арчи. Можно зайти в этот. Ой, хороший диспал можно сделать. Тут на Иннерфайр. Можно зайти в магазин, купить свиток. Там очень битые рифлы. Все еще. Убивает еще одного рифла. Отлично. 56 лимита на 45 лимита. Все очень хорошо. У Фоги экспант скоро начнет работать. Главное, чтобы он не забыл там. Так, падает, к сожалению, еще одна Арча. Наверху увидел еще одну мортиру. Надо прикопать мортиру. Попробовать ее убить. Прикапывать великолепно. Спасибо, Малтун Джайанта. А, там диспал. Блин. Кипер, кипер, кипер очень рискует. Его напережение начинает лечить. Красиво. Алхимик делает. Экспант. Можно даже отступить. Эй, слышишь? Эй, эй, эй. А, черт. Отдаем НГ. Отдаем НГ. Ладно, ладно. Передышка небольшая. 4-3-4-3. Мы чуть-чуть опаздываем по уровню героев. Но у нас есть экспант. Слышишь? Да, вроде заметил. Заметил. Ёпрс, это экспант и не работал все это время. Блин, еще не все потеряно, потому что экспанта нифига не приносил все это время И противник-то крепится, блин 2-1 грейд, это очень хорошо, там 2-0, правда Только-только, блин, начинает работать экспанта, что за опять детские ошибки Идет атака на Фогича, надо ему просто атаковать мейн Почему ты рядом с мейном находишься? Бери дрыны, атакуй Я не понял, я не понял, я не понял, как так? Прикапывает мортирку, у тебя телепорта что ли нет? Ё-моё, сейчас мортира просто вышатывает все Уже сэпплай блок, 68 на 60 Мортира еще на 6 хитах выживает, оситка вкидывает У нас больше лимитов Блин, надо давать сейчас хороший бой Прикапывает архмага Ведут вперед маутен джайанты Контроль родной Вот очень нужно сейчас прям законтролить хорошо Блин, он понимает, прекрасно телепортируется И никого не теряет Ладно, на самом деле Вот эта вот вся хрень с Саплай блоком На нее может быть даже и плевать Потому что она вынуждает инфи Не идти в агрессию То есть логика какая У тебя саплай блок? Отлично Я просто строю лимит, чуть позже подхожу Но там же экспанд И Фогича в принципе лимит сейчас чуть побольше Поэтому время на него тоже работает Элементали ловят хорошо, диспейлят Молодец Козочками правильно уходит Блин, как же я волнуюсь Мы отстаем уже по криппингу Там четвертый алхимик, он успел закрипить Там точку одну Там артира застряла, поэтому пришлось Прикапывает Прикапывает рифла Тут же его диспейл Это огромное количество лимит У инфи Нужно срочно брать сюда несколько виспов Что-то строит А что ты строишь? Там что, химерницы, что ли? Две штуки? Ставится как-то мегапалевно О, красную точку Мы отдаем врагу, судя по всему Очень плохо Очень плохо Не хочет отдавать Не хочет отдавать Подходит Прикапывает неплохо Таун пошел Надо дриат сейчас Дриат, 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 дриат Иннерфайр Без виспов здесь сложновато Еще одна оситка влетает Дриатом крайне сложно здесь выживать А это два мунвела у него Шреддер взял Но какое-то время должно пройти Перед тем, как он сделает Равные лимиты у них А у Фогича еще все красное Там тоже оранжевый Но я уверен, что там есть свитки Козы пытаются разбежаться Великолепное лечение Второе От этого Диспл, диспл есть на энтов Блин, как же плохо-то тут, а Сидочка очень хорошо залетает Минус дриада Минус райфл Получает ловелап сейчас Фогич Четвертый левел тоже у него Второе лечение Прямо на всех маунт-джайентов заходит Они толпятся Чтобы получить как можно больше лечения Но маунт-джайентам очень плохо Они очень красные Нужно стафать одного Спасать, пытаться Стафает еле-еле Что же делать-то, а? Очень битые МГ Очень битые Вроде как 80 лимита А вроде как все красное Нельзя давать маунт-джайентов Нельзя давать здесь маунт-джайентов Утеряют одного Пытаются отступить назад Но мы подставляем свой экспант Мы даем противнику Возможность сбить его 70 лимитов 700 бабла на руках Господи Ну вытаскивай виспов Вытаскивай виспов Прикрывай эксп Поддает экспант, короче Он дает экспант Пока плюс 12 лимита Не знаю Еще типа шансы есть Герои приблизительно одинаковые Там почти 5, почти 5 4 с небольшим 4 Нужна ночь Нужна мана Нужно регенить маунт-джайентов Пытаются прикрыть свои колодцы Там нужен очень диспел Очень нужен диспел А ситка вылетает хорошо Но там такое количество мортир Они очень больно бьют подрядом Господи Какая боль МГ очень битый Вы, вы, вы Короче, делает энтов Их диспелят Только один раз виспы идут в атаку Архвак телепорт Хорошо Диспел Забери парочку юнитов Пожалуйста, ну кого-нибудь Ну кого-нибудь Никого не забрай 66 61 Шахта сейчас закончится Делает апгрейд на Nature Blessing Только сейчас Грейд на Nature Blessing Серьезно Надо еще за красную точку сражаться Полью васа И начинается ночь Вот ночь нам может принести Очень много всего хорошего Если у нас грейджи на Мунвелла Мунвелла у нас на 80 лимита Дерево перекопается Можно попробовать Отыграть вот А, у инфи в принципе Денег нет на экспанд Есть висп, который Мониторил эксп Все еще Третий грейд на атаку А, нет, или второй Нет, третий, третий, третий Почти пятый, почти пятый Там Ну Сейчас главное Красную эту Красную точку мне давать Вот эту вот С големами Потому что там будет 5-5 почти Жуть Жуть, жуть, жуть Лимиты абсолютно равные 65-64 Ну что это такое? Выманивает големов, гад Блин, надо вписываться Надо вписываться Хорошо Ловит камень Архмаг Архмага ТП нет У Архмага нет ТП Осидка в самую кучу кастеров Очень больно Очень больно Виспы приходят Четко по таймингу Оооо Виспы Давай Ну диспель Диспель Диспелит Хорошо Диспелит Кипер пятый Диспела нет Все престы пустые Мы лечим Маутен Джайантов Контроль родной Контроль 59 на 51 Уже очень хорошо Правда наш алхимик Ему некуда деваться У него нет ТП Он не может отступить отсюда Жми его Энты Атака энтов С Маутен Джайантами Не дает просто Китайцев никуда отступить Кипер давит Просто давит Посмотрите Прикапывает Еще 4 энта С тыла С 5-ю Армора Никуда нет вступить Пытается как-то там фокуснуть Козла Но все красное И кажется добивает Здесь фогиш врага 36 на 56 Это точно ГГ Никуда не деться Китайцы Это 2-1 Менты прибегают На последних Персональный став От Возвращается алхимик Полный Кидает оситку Вылечивает Козла Еще одни энты Алхимика окружает Ничего страшного Он плотный Он почти пятый Там 56 на 28 Отчаянно пытается Убить последних героев Алхимик получает пятый левел Архмак еле-еле Отступает У него немножко Совсем не хватает До пятого левела Его кстати можно убить Он врубает инвул На последних секундах Пытается зацепиться За козла Козел Стапается Естественно Халявный став Маутен джианты Отдыхают После победы Надо их отправлять Направо Вместе с дриадами Со всем что осталось Потому что у противника Шансов ну вообще никаких нет Ни экспанда Ни лимита Ни черта нет Герою хуже Там почти кипер Уже пятого левела Двумя рабочими Джи-джи 2-1 Да Да Оу Хорошо И эта карта была инфи Это была карта инфи Ох И так близко Блин Прям Хорошо Какие виспы были Вы видели на престол И все И после этого Вне диспала И эндой повсюду Слева Справа Хдыщ Ничего не сделать Жут Да Нереально все сделали там. Короче, главное сейчас не расслабляться. Вот на этой волне выиграли на его карте. Все. Взять последнюю, выйти в финал. Уже топ-2 минимум. А там с Муном финал. Ух. Фух. Фогич занимал третье место, занимал второе место на голде. Так, собрались. 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 Не, финал завтра. Финал и матч за третье место также завтра. Они разнесли весь плей-офф, разделили на 8 матчей. И каждый день по два матча. Турнир китайский, последнего китайца можно сейчас выбить. И нужно сейчас выбивать. Карта Last Refuge. Ой, друзья, как же мы с вами болеем за Фогги. Как он заставляет переживать. Но вот прошлая игра, конечно, тоже была хороша. То есть он реально много всего там подрезал. Великолепные атаки. Фогги Бальбо. О, он называет. Айвут Айгер. Передаем энергию. Вжухи, вжухи. Пошли в чате. Вжухи. Новогодние вжухи. Какой же турнир классный. Какой же турнир становится классный, когда можно за своих поболеть. Это прям ух. Прям он меняется. Приятно. Ну, с Богом. Так, собрались. Прям собрались, собрались. Не отдаем юнитов. Не отдаем, не добиваем в бараками. Ничего, никаких косяков не совершаем. И выигрываем. Все. Нормально. Можно. Да, берем кипера и выигрываем. Все правильно. Все правильно. Вы верно поняли мету. Кстати, Blizzard очень хорошо Хавк показывал. Да, да, да. Об этом и говорят. Помните с Лалайтом опять же? Хавк как отыграл прекрасно. Ну, то есть он 0-2 слил, но игры по-прежнему одни из лучших на всем турнире были. Лучшие точно во всей групповой стадии, потому что там ничего ближе, ничего напряженнее не было. Собранец. Побежал Футмен на разведку. Тут начинается криппинг. Пошли Виспы на разведку. Ну, на этой карте экспант может поставить инфи вообще, не заморачиваясь абсолютно. Потому что, ну, это не сложно совсем. Именно поэтому Висп Фогги завис сразу же за Висп. За Висп на елке. И если побежит туда, крепится, то Висп увидит. Нам показывают экранку, как в старой доброй. Типа, Майкер, вспомни ВЦГ с камерой, с микрофоном. За 80 рублей. Мы делали вводы, комментили, выкладывали тут же. Что демок с ВЦГ, они с задержки появлялись. Тут надо как бы сразу откастить все. Так, криппинг размеренный, что по артефактам. Т2, все-таки не будет экспанда. Да. Есть харасс неприятный, но Фогги вроде отконтроливает. Тут приходит Архмаг, добивает уже первого. А что в Фогге не это самое? Что он делает, да? Ну посмотрим, да, сколько там арчей у него. Вроде как перестроил. Просто 300 голды на руках, это значит, что он 3-4 арчи должен был заказать. О, сеточка. Эй, вот этого нельзя отдавать. Мурлока, слышите? Да, красиво. Попытался добить, не получилось на черта. Пытается подрезать фута. Ну там, да, там слишком много урона он бы, если бы начал добивать, он бы получил очень много урона. Еще одна арча, четвертая. Тут мы видим Блэксмит, мы видим достраивающихся футов, Мунвеллы, пропивает Реплэш Мунпоушн, еще достраивает арчу. Ну, в этот раз арчей побольше, чем обычным. Да, архмаг тут, конечно, дает фору, дает фору козлу. Точнее, наоборот. Козел дает фору, блин. Вообще печально достаточно по экспе. Одного футмена нашел. Нормально, хорошо. Не стал стрелять, развел архмага на выстрел, на ненужный. Сейчас бы магазин отвлечь, я думаю, ну, выманить, имеется в виду, на магаз, и можно спокойно его закрепить. Но архмаг не такой простой, он рядышком крутится. Вызывает элементали на последнюю ману. Ну, почти третий уровень, блин. Будь он не ладен. И футы тут подтягиваются тоже. Не дает инфи спокойно так. А вот прикопать-то можно. Футы немножко увлеклись. Довольно большое количество ДПС идет от арчей. И опять не добивает инфи. Это очень хорошо, это нам на руку. Хантерс Холм, магазин уже есть. Персональный телепорт. Куда? А, чтобы манку отрегенить. А, и тут уже алхимик, и ранняя агрессия идет. И там можно, кстати, отменить Хантерс Холм. Прикапывает еще одного фута, сейчас арчи сзади будут. Отлично. Вот как он хайдом классно пользуется. Видите? Он растягивает, он пытается расшатывать армию противника для того, чтобы выиграть время. Потому что у него позднее Т2, у него, ну, строится на базе, как вы помните, по таймингу Хантерс Холлы. Архмага, Архмага, Архмага хочет... Ну, у него там прикопка. Осидка была кинута, конечно, очень странным образом. Прикапывает рифла сейчас. Возможно, сейчас по нему... Ну, два энта хорошо работают. Элементали вызывает, начинает еще одна осидка. Да, он должен этого рифла забирать. Добивает Архмаг сам рифла. Да, экспа не дается. Совсем не дается экспа. Мега достойный противник, конечно. Контроля как черт просто. Ну, это... Сумасшедшие контроли. Мотивация очень высокая, по понятным причинам. Крепится сейчас Т3 сразу. Тыкаем до Лорнис вообще. Так, надо быстро крепить Магас. Очень быстро крепить Магас. Идет сейчас, смотрите, инфи. Он не даст нам прокрепить до конца магазин. Дай бог мы... Да, мы успеваем Огра взять. Большой инвул, окей. Перебить регенерацию маны. Перебивает, молодец. Ну, и регенерацию ХП. Там реплэшм тоже выпало инфи. Пошел... Я не знаю, как отбиваться просто от такого. То есть у него реально нет ответа на третьего АМа. У него кипер не третий. Это проблема. Нет, это не дадут прокрепить так просто. Козел еще получает урон. Да инфи просто сейчас пойдет. Он всегда шел в атаку после этого. О, прикопал. Нормально. Это очень хорошо. И артефакт. Ой, Буков Дэд по такому таймингу. Он просто может помочь ему отбиться от любого пуша. Это просто прекрасный... Прекрасная возможность выжить сейчас. Прикопай. Молодец. Добил. Хорошо. Ну, да, он продал уже. Ну, там, видимо, уже тайминг диспола подходил. Барак перекапывает для того, чтобы держать дефенс. Вообще нужно на лагерь наемников идти, к сожалению. Увы. И выманивать монстров оттуда. Нельзя терять время, потому что вы видите, что инфи забирает уже второй магазин. А мы... Мы не можем просто тоже стоять и тормозить. И Фогич это прекрасно понимает. И идет на лагерь наемников. У него доделался Т3. У него доделались лорницы. Он сейчас должен выстраивать постихонечку грейды на Малтун Джайантов и заказывать первых МГ. Все пока идет по плану прошлых игр. Очень многое зависит от исполнения. Нет, а еще Т3 не готов. Первые два МГ делаются с приоритетом на грейд на армор. Субимаска. Хорошо. Третий кипер. Хорошо. Субимаску наконец заметили в Бэк Творк. Молодцы. Алхимик тут у нас с не очень хорошим артефактом на высасывание маны, но ему выпала еще броня. Две книги. Не читаем ничего вообще. Беда. И встреча. Встреча нельзя. Только харасси. Только прикопки какие-нибудь. Только что-нибудь такое харассищее. Потому что пока нет Маутун Джайантов с физрезистом. Вот он только сейчас пошел. Харден скин. И резистент скин. Синхронный. Фогги отдает просто, да, эту точку? Плохо. Третий левел алхимии. Как же он обгоняет нас по крепингу? Там почти 4-3, а у нас 3-2. На фоггой стороне мапа нет ничего больше. Потому что инфи его вошел в течение. Но он не показывает. Но если он увидел красную точку, он будет не поменять. Но если он увидел красную точку, он будет не поменять. Очень грамотный футмен, контролировал выход на красную точку. Лимит у нас меньше. Герои у нас хуже. Но подтягиваются Т3. Арба сейчас пойдет. Арба. Мана. Осидка пошла. Вархмага? Эй, а почему не прикопать? Очень далеко МГ. Второй. Дрядок у нас нет. Прикапывает фута, но там должны диспелить спокойно. Т3. Касл делается, воркшоп делается. Фута не спасает. Молодец. Очень битый арчи. Но первым лечением потихонечку мы их вытаскиваем из... Так, готово. Флайер делается 50-50. Такая халявная грейд. Черт, я тут так переживаю. Ох. Футмена желательно бы, конечно, не выпускать. И выманивать врагов. Красная точка. Ни в коем случае инфи не будет давать эту... Ой, диспел, диспел. Что? Слышишь? Коня, 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 коня. Единственная возможность это коня развести на ТП. Отлично, отлично. Молодец. И можно крепиться спокойно. Ой, какая халява. Просто. А ситуация была аховая. Заходишь, заходишь на красную точку. Крепы просыпаются. Сзади подходит Хуман. Нифига себе, покрепился называется. Но нет. Минус ТП. Арчао умирает. Берем хреновый артефакт. Но самое главное, экспа. Да, 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 да. Собирается. Нормально, да, нормально. Крепы джекнул. Там такой архмак вообще никакой. Четвертого левела, правда. Без ТП. 58 на... Да, и ставит тайминговый свой экспанд. Фогич, это отработанная тема. Ну, как мы уже могли догадаться по... Хорошо. Лечит. Арча чуть-чуть вне было. 50-58. Нормально, 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 нормально. Сейчас можно пройти на вторую красную точку. Сейчас чекает, правда, инфи вражеский экс. А можно крипджекнуть. Крипджек хороший, смотрите. Да, тут, правда, довольно большое количество рифлов. Они очень быстро сносят главного голема. А вампирик выпадает, который особо не нужен. Фоги пытаются забрать черепах на территории врага. Ну, неплохо тоже. Ну, не тормози, прошу. Сейчас самое главное, забрать все, что осталось на карте. Да, идет флэр, видит экспанд сейчас инфи. Понимает, что можно на халяву его отменить. И двигается в сторону экспа, через красную точку, судя по всему. Нет, он пока застрял на желтенькой. Так, здесь криппинг, 50 лимита. Сидит на лимите пока что Гогич, Фогич. Выбивается что? Хиленварды. Неплохо. Ну, там виспы все равно будут, и Хиленвард все-таки перебивается при нормальном контроле. У Фогича контроль нормальный. Так, сейчас можно перехватить еще юниты, которые на разведке был, закупая телепорт. Скорее всего, пойдет отменять экспанд. Это самое нормальное, что может сделать сейчас инфи. Либо красная точка. Сейчас инфи, Фогич проверяет экспанд, отдает третью точку, красную, в смысле, вторую красную точку, последнюю. Сам идет в атаку. Как бы ему, вот надо сейчас прийти на мейн и попробовать навязать противнику возврат домой, потому что если он сейчас после этого еще придет к тебе экспанд отменит, то будет очень плохо. А вот алтарь отменить, это хорошо. Давай алтарь. Да, телепорт, хорошо, все, уже хорошо. Немножко обезопасили свой экспанд, там как раз шахта, да, ну, делается понемножечку. Так, весь телепортируется, смотрим, что, оседочка кидается, просветка. Не надо сражаться. Фоги только-только сейчас тыкнул выход из лимита. Только-только. Он держался, копил деньги, экономил как мог. Иииии, кто-то пошел сейчас у нас на экспанд. Как бы это не две мортиры были, кто-то выдвинулся на эксп. Два юнита. Нет, назад, назад вернулись. Первый грейд на атаку, виспы пошли на экспанд. Опять, блин, тайминговые виспы. Ну, хотя, сейчас, в отличие от прошлой карты, вовремя они пришли. Энты убили одного рабочего, судя по трупу. Мортиры сверху стреляют, бах, минус арча. Там, там дирижабль просто, там дирижабль, там дирижабль у мортир. Хорошая тема. Нельзя сражаться. Ни виспов, ни подкрепы с выхода и по лимиту. Плюс у нас экспанд начинает работать. Самый ненужный тайминг для сражения. Фоги это прекрасно понимает. Он перегруппировывается. Его светят, он отступает. О, 4-3 на 4-4, там почти пятый архмак. Все-таки тяжело. Танк пошел. Но это для того, чтобы просто разводить. Просто разводить. Ну, есть Молтон Джайанты с сейдж дэмэджем, как бы. Но разводить-то можно, да. Тем более с дропом. Так, просветочка. Пытается вылечиться. Фогичи 67, лимит на 68. Лимиты более-менее равные. Виспов взял. И все, пошел-пошел в атаку. Намечается реально атака. Хороший диспл в самую кучу. Иннерфайр. Дирижабли. Молтон Джайанты танкуют. Еще Виспов великолепно. Всех престолов. Но там есть у них еще мана. Они успели отрегенить на второй. Ой, какой Хеленвард. Отличный козел бежит вперед. Пока добежал, он успел уже отхилять какое-то количество. 65 на 71. Инфи больше. Инфи значительно больше пока что. Таунт работает более-менее. Арчи, конечно. Еще один Хеленвард. Как прекрасно все-таки использует. Перебивает снова. Убивает одного преста. Убивает одного рифла. Последний, третий Хеленвард. Идет за свитком. Специально за свитком идет Алхимик. Я вижу, 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 вижу. Купил. И... Свиток, свиток. Свиток юзает. Перебил лечение. Нужно оставить Маутен Джайанта. Еще один Висп. Отлично диспелится. Нужно сейчас прикапывать Мортир. Уже там не должно быть... Ой, Алхимик очень битый. Перегруппировается. Уже лимита у нас побольше. 73 на 69. Маутен Джайанты продолжают давить. Ой, какая имба эльфийская, а. Вы посмотрите. Снова за свитком пошел. Немножко застрял Алхимик. Очень битая Мортира. Очень битый Риффл. Минус Мортира. Хорошо. Козел идет дальше. Сюда не хватает Алхимика. В кучу кинуть оситку. Он просто восстанавливает ману у себя где-то на базе. В это время танк убивает шахту. Мы этого не видим. Я надеюсь, что Фоги увидел и отправил там кого-то для того, чтобы... Или просто чинит. Нет, он не видит. Он не видит. Аааа. Там один, один, один. Танк убивает экспант. На халяву. Минус эксп сейчас будет. Но тут разваливается постепенно инфи. У нас нет экспанда. Нельзя сейчас играть кое-как. Убивает еще одну Мортиру. Нормально. 73 на 60. Убивает еще одного элементаря наверху. По опыту уже практически сравнялись. Очень все красное. Сейчас должен был заметить Фогич, что там проблемы с экспандом. У инфи проблемы с армией. Серьезные проблемы с армией. Потому что продолжает сейчас давить Фогич. Очень битые юниты. Алхимик пустой. Маутен Джайант и плотный. Правда, козел там тоже не очень такой. Он вызывает, вызывает энтов. Есть ли мана на диспл? Есть мана. По крайней мере, на один диспл. Можно алхимика попробовать убить. Есть ли прикопка? Да, он делает. Алхимик очень хорошо назад уводится. Козел без маны. К сожалению, есть ТП на всякий случай. Алхимик наш получает какой? Четвертый уровень. Четвертый уровень. Догнали врага. Но у него там все равно преимущество очень хорошее. Залечивают козла. 63 на 72. Лимиты по-прежнему одинаковые, но продолжают падать. Да, Маутен Джайант отбивается на мэйне от танка. Кое-как. Осидка прекрасная. Представь большое количество рифлов. Маутен Джайант довольно битый уже. Половина хп. Тут умирают трое рабочих. Надо подводить козла сюда. Вместе с арчами. Продолжать давить. По всей карте гоняет просто. Осидка кидается... Нет, это козел кидает... Стреляет по алхимику. И телепортируется в Фогич. Ну, просто потому что здесь очень битая. Убивает еще одну мортиру. 72 на 51. Ситуация отличная. Восстанавливает нычку. Срочно восстанавливать ману. Немножко подзастрял персональный телепорт для того, чтобы восстановить ману. И быстренько, 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 быстренько на экспант восстановить ману и бежать вперед. Лимиты хорошие. По героям мы уже почти сравнялись. Ну, почти сравнялись. Главные герои сравнялись. Алхимик догонит совсем скоро. Личи, алхимик, как никогда. Вторым лечением восстанавливает очень быстро арчей. Довольно быстро маутон джайентов. Нужно закупить еще бутылек маны, желательно, потому что от этого очень много всего зависит. И армия эльфа практически живая. 72 лимита на 57. Правда, уже инфи также выходит из лимита. Экспанда у него нет. Висп контролит, видит, что враг рядышком. То есть не нужно думать относительно экспанда. Просто мы ждем на базе. Делаем там реген, делаем ночь. И готовимся защищаться. 2-1 мы ведем. Нужно на этой карте добить. Нужно его добить. Инфи идет сам в атаку. Не знаю, почему он решил, что может идти в атаку в такой ситуации. Фогичу нужно провести еще одну такую нормальную битву. Берет виспов. Берет энтов. Гиганты идут вперед. Осидка залетает. Хорошо, висп зашел. Сразу диспелит трех виспов. Еще двух пристов. И еще. И еще. Три виспа. Все диспелятся пристов. Все, нет диспела. 100% нет диспела. У Архмага нет ТП, но у него есть инвул. Прикапывается Архмаг, разводится на инвул. Он прожимает инвул. Давит. 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 66 на 57. У нас Алхимик хороший. Скоро Архмага отпустит. Архмага отпустила. Он пропивает свиток. Прикопать мы можем его? Можно прикопать кого угодно. Ну там минус приз, короче, делаем. Минус элементарь делаем. Не очень торопится. Сталпает козла. Видимо, у него маны совсем нет. Продолжает давить. Очень битый арчин. Сзади нужно их подконтролить. Алхимик на Алхимика. Алхимик. 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 Такой дикий фокус зашел. Как можно было отфокусировать, учитывая, что здесь полудержины Малтун Джайантов. Алло. Так, спокойно. Спокойно. 58 на 61 лимиты уже сравниваются. Да, у него битые юниты, но у нас битый этот. Минус райфл. Капец. Там Архмаг к шестому идет постепенно. Малтун Джайанты очень биты. Их некому лечить просто. Да, нычка работает более-менее. Да, тут все очень битые у врага. Да, у него тоже маны практически нет. И телепорта у него нет, что самое главное. Энты начинают решать. Подкрепа подрезается козлом. Арчи все еще жив и с самого начала игры. Пытается перегруппироваться инфи. Очень битый у него там рифл ушел. Свиток лечения очень хороший. Или это было просто синхронное лечение. Может подкопаем этого? Подкопаем, подкопаем. Подкопаем героя какого-нибудь. Минус райфл один. Ну любого. Ну алхимика, например, подкопать. Минус еще один райфл снайперит. Очень хорошо сейчас по юнитам. Отводит грамотно Малтун Джайантов битых. Очень битый Арчи. 6.60 лимита на 47. Козел получает 6 уровень. Это Транквилити. Транквилити лечит всех Малтун Джайантов, всех Арчей. Продолжает атаку. Зря продолжает атаку. Нужно долечить Малтун Джайантов, дождаться... Ой, какая, какая, какой валидол. А где там у нас алхимик? Ё-моё, как же ты его поздно заказал. Ой. Так, закончилась ульта у козла. Бабла, но у нас работает экспант. Блин, надо было в таверне выкупать. С таким количеством бабла надо было помажорить и выкупить с алхимика. Потому что сейчас вот от этой атаки мы можем не отбиться. 53, 59. Что у нас? Что у нас здесь? Так там же прикопка опять же. Где? Почему? Почему? Блин, очень битый МГ. Их негде лечить. День. Алхимика нет. Алло. Сейчас нельзя сражаться здесь без алхимика. Сражается, сражается кипер. Не, он сражается и дает еще люлей. Вы посмотрите, что происходит. Очень грамотно танкует, танкует Маутен Джайанты. Зажимают алхимика. Мортиры отстреливаются, стараются. Скоро, кстати, будет мана на еще одну Транквилу. Оооо, 150 маны. Когда? 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 Можно уже заряжать. Заряжаем. Заряжаем. Баланс. Заносите, пожалуйста. Нечем перебивать. Вообще нечем перебивать. Ни Архмаг, ни Алхимик не имеют возможности перебить ульту. Извините, мы лечимся 40 в секунду. Пробивайте, пожалуйста, наши 8 армора с резистами. Пробивают, кстати. Маутен Джайанты пробивают. Ё-моё, как же удается-то. 59 лимит на 43. Все равно лимита маловато. Вот сейчас выйдет просто Алхимик. Он покажет, как надо здесь играть. Ночь наступает. Просто перегруппируйся. Просто перегруппируйся. Алхимик выйдет полный с третьим лечением. Со вторым лечением. Нычка закончилась. Последняя атака просто у него. Последняя атака. Все, и мы в финале просто смунули. Отлично. Просто. Ну, 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 ну. Маны маловато. Маны маловато. Мортир бы ушатать. А, он просто отдает базу. Правильно, 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 правильно. Потому что у нас деревья ходят. А у тебя экспанда нет, извини. Отдаем спокойно нычку. Восстанавливаемся на базе. Выходит Алхимик. И мы вот эту всю тему шатаем, потому что у нас 67 лимит на 42. Потом деревом переходим. Хоп, и у нас нычка готова. Он приходит, сдается. ГГ. Все. Все по плану. Но Инфи не сдается. Он, во-первых, транквилло. Второе лечение. Монтан Джайантов. Короче, там просто в Криппинг еще есть на черепахах. Вы видите, в левом верхнем углу. С ума сойти просто. Собрались. Дистанц майнинг идет. Фоггич грамотно виспом проверяет. Если у противника экспанда, видит, что экспанда нет, понимает, что вообще торопиться не надо. Выкопал мейн. Идешь вместе с мейном, размеренно, ночью. Мунвелл эргенится. Юниты здоровые. И все. И все отлично. Вот он мейн. У тебя потопал. Прекрасно. Куда потопал-то? Влево тебе. 67 на 44. Блин, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть просто, и победка будет. Так, так. Так. Если бы у инфиалхимик 6 был, он купил биганты Фогги. Нет, там сразу делался грейд на Magic Resistance, который делает неуязвимым, естественно. Странно, что ты такие вопросы задаешь револьвер. Ты же шаришь. Да, нечего крепить, нечего крепить. Пошла шахта. Ну, то есть нет возможности сейчас у инфи что-то противопоставить этому прямоходящему дереву, понимаете? Просто. Просто ничего не сделать. То есть ты должен приходить и сражаться. Приходить и сражаться к эльфу, к дереву. При том, что там плюс 20 с лишним лимита. При том, что там как бы мунвеллы под боком, бараки ходят. Это жуть, это кошмар Хумена просто. Все. Фогги прекрасно все понимает. Он готовится, разводит, ждет. Виспы рядышком, мунвелл рядышком, видит противника. Давай, поехали. Нет? Не поехали. Так, хорошо. У нас же еще ульта, вы помните, козел шестой. Оооо. Вообще без шансов. Должно быть вообще в салат. Вот предстоящая битва такая она. Просто, просто... Ну, давай, давай, давай. Давай. Нападай, нападай. Тебе же нужно. Давай. Сам Фогги идет в атаку. Да, зачем? Ну, ладно, поехали. Ооо, рифлов забыл. Ну, как так? Диспелит очень хорошо. Виспы идут вперед. Диспел, 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 но не на престов, к сожалению. Да, два преста осталось. Там армии-то особо не осталось. Все очень плохо. У инфи. Скоро начнет работать мейн. Понимает, что могут его обойти слева, сам обходит, чтобы не дать противнику на халяву бить. Ну, как на халяву ты два косаря снесешь у дерева, там, двумя-тремя мортирами на халяву. Транквило. А почему? 150 ман и КД смешной, говорят, минута всего лишь. Я думал, 45 секунд, но минута. И снова мы здоровые, стреляем. Откидывается осидкой. Время работает на нас. У нас как бы экспант, все хорошо. Я не знаю, что хочет сделать Дисинфи. Он понимает, что нужно лезть, но он не хочет умирать. Вот такое у него противоречивое чувство. То есть он понимает, что шансов на победу крайне мало, но при этом другого выбора у него нет. Денег на шахту нет. Ох, алхимик там совсем в куче, его зажимают немножечко. Ну, есть, правда, инвул. Да, зажали с элементарем вместе, начинают бить, он выходит из окружения. Его окружают снова маутон-джайанты и начинают бить. Да, жалко, что не на халде стоял, блин. Нужно сейчас ультовать. А, ульты нет. Но у нас есть зато бутылка маны. 64 лимита на 46. Отступает сейчас Инфи. Диспл отличный, шестой архмак. Да, а что ему, зачем ему он нужен? Пошла ульта от кипера. Восстанавливает жизнь у всех, кто вокруг. Пробегает просто мимо и продолжает сражаться. Это нычка работает. 63-46. Но ему надо, на самом деле, не по героям, а по юнитам работать. Вот, потому что... Потому что отстроиться он не может, а вот, сохраняя такой лимит, он еще воюет каким-то макаром. Поэтому по рифлу, по мортирке, в идеале, конечно, приста убить. И все будет хорошо. Зажимают уже. Вроде как очень битый рифл. Очень сложно отсюда выбраться. Инфи, в принципе, кажется, сейчас упадет. Да, минус один рифл. Сверху, справа, слева, везде зажали. Алхимик откидывает оситку. Очень все плохо. Таунты нужны. Таунты еще. Мортирку, скорее всего, убьем. Да, добивает. Минус мортира. Алхимик пятый. ГГ, ГГ, ГГ. Мы в финале. Йес. Оу, тох. Кайф. Так, ну что, нас завтра ждет финал. Китайцы в шоке. Мун против Фогги будут играть за первое место на Голде. А Лин с Инфи будут играть за третье место. Это было круто. Фогич красавчик. Красавчик. После поражения взял три карты. Это было очень классно. Гордимся. Гордимся. Хорош. Хорош. Подождем интервьюшку с ним. Кажется, после матча должна быть интервью. Посмакуем еще эту победу. Ой, хорошо. Эльфы на финале, кто подумал. Случайность, ребята. Ну, это Близзарды все. Что? Мы просто играем с тем, что есть. Вы адаптируетесь просто. И все. Поскольку финал завтра. Я не знаю точно. Обычно они начинают в 13.30. Уже который день. Да, вот эта вот тенденция. 3-1 проигравший отдает карту, а потом 3-1 выигрывает. Уже в который раз. В четвертый говорят. Да, льфийский мирор с козлами. Отличный финал будет у нас. Ой, класс. Друзья, через где-то минут 15 начнется МКЛ. Стрим по сайту. Выключили микрофон, кстати, у комментаторов. Back to Warcraft. Ничего не слышно. Спасибо китайским. Сейчас интересно, что пишут в чате на Твиче. Что такое? Давайте. Sound. Mute. No sound. Rip. Omega lul. Mute. Понятно. А у нас есть звук. А у нас есть звук. Хорошая серия. стоп-старт. Нет, нет, нет. Аспирант. Стоп-старт мы сделаем после интервью. Я же говорю, мы ждем интервью с Фогичем. Оно должно быть после... После матча. По крайней мере, было до этого. Поэтому давайте дождемся, потому что оно будет... Он же на русском будет отвечать. Что-то поймем из него. А финалы матча за третье место завтра. Класс. Класс. Минимум топ-2. Еще с Муном можно сыграть в финале. И это Мирор Альфийский. А Фогич хорошо Альфийский Мирор знает. И он вполне может обыграть. Гудман говорит, справедливый финал. Сильнейшие игроки победили. Скилл зарешал. Инфи с Лином слабее Фоги и Муна. Ура. Абсолютно согласен. 2400 на Ютубе. На ГГ, я думаю, тоже пара косарей, зрителей. Ну, прекрасные катки. Прекрасный Варкрафт. Это здорово. Это здорово. В этот Гарант не прицелай. Как себя чувствует Фоги со своим кумиром в финале. Да. Да. Сегодня больше игр не будет, друзья. Только дождемся возможного интервью с Фогичем. Хотя не факт, что оно будет. И после этого перейдем к МКЛу. А после этого, скорее всего, будет XCOM. Потому что челлендж никто не отменял. 150К накану. Садца уже непростая. Довольно тяжело там в Лонгворе. Нет, спасибо, Сесоп. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Просто. Это уже перебор. Чи-чи-чи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.